всех приветствую мои родные любимые и сердцу моего дорогие христолюбчики брат и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго всего самого светлого во все сферы вашей жизни мы с вами сегодня почитаем комментарии посмотрим что у нас тут о проповеди добавилось всем кто пишет спасибо благодарит всем спасибо я буду пролистывать не зачитывать буду зачитывать какие-то такие интересные комментарии роман ильин пишет когда цитирует подали рыбу и сотовый мед тогда нужно предложить им поесть печеную рыбу закусывая медом и тем более в сотах или наоборот я кстати полностью согласен с комментарии романа до печеную рыбу с медом конечно я думаю не очень приятно есть все это по поводу рыбы то что приписывают иисусу что он там ее якобы ел не не в одном месте в евангелии даже в тех евангелиях которые до нас дошли переписанные тысячи раз переведенные перетолкованные сектантами даже в них ни в одном месте вы не найдете объективно что иисус взял написано и ел рыбу мы все время видим такие фразы вот даже то место которое роман припомнил что подали мы всегда вы видим выбор перед иисусом что стал есть человек в частности бог явишься во плоти иисус это для кого то хотя бы должен быть большим вопросом для меня очевидно что иисус ел только ту пищу которую сам дал человеку есть от начала то что то есть все то что растет из земли на земле ну в общем то деревья тоже из земли растут но я так люблю говорить все что растет на земле и падать с деревьев на самом деле все даже дерево сначала земли растет в принципе и помидор с куста тоже падает хотя иногда кусты валяются да нигде вы не найдете ни в одном месте что иисус съел продукты животного происхождения я уж не говорю о трупах убитых живых существ мы всегда идем перед ним выбор очевидно поняв что это тот бог который сотворил небо и землю все что в них и дал повеление человеку в раю питаться всем кроме трупов убитых животных и и и и продуктами да от них происходящих то очевидно становится что иисус нигде никогда не ел трупы убитых живых существ king дом кролику лица биометрию свою сдал сбербанк ты ключи от квартиры отдашь третьим лицам а ключи от машины то есть ключи от своего тела и души ты побежал и отдал прости конечно но не дурак ли ты после этого ахахах биометрию тела ты сам подписал согласие на то чтобы система тобой манипулировала как товаром она будет менять твое поведение мысли в реальном времени то есть из тебя могут делать прислугу сатаны ты это но и дальше вопрос прерывается что я могу ответить таким вот людям если даже вы умудрились якобы спрятаться вот там в социальных сетях причем до вас это так дошло рано что вы никогда ни одну фотографию не выкладывали в соцсети в любом там области интернета и вам так повезло что вы да ничего не сдавали то я вас хочу расстроить то даже тот кто пишет вот опять же даже ничего об этом человеке узнать не могу как всегда ну да ладно по поводу того что уж кто бы он не был уж очевидно что это у человека есть паспорт а значит есть ваше личное дело в государственных органах в частности который называется у раньше назывался паспортный стол сейчас называется насколько я знаю миграционная служба ли что-то типа того неважно уже как там чё переименовывают переформируют вот ты мне кто написал вот это что не дурак ли я сдав биометрию лица в сбербанк поверь мне ты не намного умнее меня ибо твоя биометрия лица давно до давным-давно там где она нужна там она и находится у тебя паспорт есть хоть какой-нибудь ты учился в школе ты учился в институте ты везде сдавал кто помнит такие карточки 34 всегда прикладывался комплект одну которую тебе наклеивали наклеивали на документ одну которую на анкету лепили одну которая шла в личное дело и бог еще знает куда они там шли ну кто помнит сюда основном писалось четыре штуки обычно мы получали такие шли документы брали 4 на 4 либо даже 4 на 6 и уж поверьте мне паспортные данные еще наверно там с годов 50-х все картотеки все хранятся поэтому кто бы ты не писал скорее всего биометрия твоего лица по твоей фотокарточки давным-давно снята плюс конечно же я уже много раз говорил все это пишут люди зачастую вот именно они настолько законспирированы ну хотя это барой касается обычных даже людей которые не утруждают себя поставить какую действительно аватарку своей фотографии на аватарку свою фотографию поставить поэтому о них вообще ничего не узнать да но почему то скорее всего кто видео постоянно смотрят и в частности ответы на вопросы вот недавно только был тоже он писал как плохо интернет кто помнит это на канале христолюбиблия читал этот комментарий что все плохо электричество от сатаны смартфона от сатаны также зачитываю комментарии отвечаем уже слышали родной а ты вот написал этот комментарий по моему ну тут третьего не дано да тут даже второго не дано ну второй максимум ты уж точного написал после посредством электричества раз интернета 2 и 3 какого-то единственный выбор у тебя есть это с чего-то его написал либо со смартфона либо с компьютера вот они пишут все караул надо бежать надо отрекаться или вы себя начните иисус всегда говорил сотворить и научить это красная нитка евангелия откуда она пошла как и всегда люблю отсылать к первой главе книги бытия ко второй и к третьей где господь первому человеку давал заповедь возделывать и хранить красная нить евангелия учения иисуса христа о чем он говорил сотворите и научите тогда светит свет аж перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославили бога небесного отца в день посещения я добавляю очень люблю фразу апостола петра в этом же духе сказано немножко другой там немножко другими словами начните себе по заповеди того казалось бы именем кого вы называетесь христианами откажитесь от электричества ну естественно первое даже пойдем по обратной цепочке откажитесь от всего оборудования компьютеров смартфонов то есть от конечного хотя бы с этого начните второе интернет за счет этого оборудования она без интернета в принципе ничего не значит тут параллельно либо от одного отказывается вам интернет не нужно с вас нет ни одного устройства и наоборот если отказывается интернета да в принципе все ваши устройства по сути становятся бессмысленными особенно сейчас дошли дом на компьютере буш какие-то великие статьи писать да о том как надо отказаться от всего этого ты их как распространять буш откажешься от интернета можешь выкинуть все все гаджеты все компьютеры анти не нужны просто откажешься от них тебе не нужен интернет ну и в оконцовке верю там человек написал что и свет с электричеством электрический и искусственный свет то есть который лампочки последствия электричества все получается все тоже очень плохо но пожалуйста живи без света без тепла в чем проблема но ты начни себя если ты считаешь это добрыми делами благими творите добрые дела твори их явно как тебя про часу и сейчас обо всем узнают посредством интернета как узнают о твоих великих подвигах я понятия не имею ну и столько духом святым на всех не зайдет и узнает что дядя вася там это всего отказался и вроде ничего жив и здравствует и так свет твои добрых дел распространиться на людей что все тоже от этого откажется а что вы делаете все ваши проповеди они сами вас самих обличают все плохо но я всем этим занимаюсь но вы сделаете не так я отличие от вас если я хоть ошибаюсь я хотя бы искренне сам перед собой честен уж я живу так как считаю нужным если вы считаете что так надо жить я поэтому спокойно получаю паспорта и заграничные российские и новые и супер новые и старые меня на новые документы до пользуюсь всеми современными достижениями которые могут послужить во благо человечеству но и мне естественно бог сказал любить ближнего как самого себя я что считаю добром что считаю правильным так и поступаю да если это будет даже стоять выбор между жизнью и смертью я выберу естественно смерть телесную но жизнь души да так если вы все это называете вот это злом те же самые все эти цифровые технологии да да ими мог воспользоваться не во благо ну конечно кто-то ножом овощи режет а кто-то им людей убивает ну что дальше что сами цифровые технологии по себе неплохи я в отличие от вас вот открыт люди слыша мои проповеди каются в своих злых делах и обращаются на сторону света а что вот ты кто ты мне сейчас написал что я дурак да оконченный дебил и сдал биометрию в сбербанк я в отличие от тебя меня все видят люди могут слыша меня видя мою жизнь доверяют мне прежде всего потому что видят кто я такой в отличие от вас которые пишите громкие великие статьи и призывы а кто ты что ты может и такой же фейк может быть это ты служитель сатаны в мои глаза хотя бы люди посмотреть могут куда могут посмотреть на тебя на дырку на черную на черную дыру на пустое место иисус ни от кого не бегал никого не боялся не ни от кого не прятался и недалекие и глупые люди это вы может достаточно немного ума иметь чтобы посмотреть совсем не совсем недалеку от нас историю историю советского союза 1-2 мировая война и все время правления хотите в россии если вы русские знаю ближние страны снг хотите европу если вы европеец или там где-то сейчас живете хотите америку хотите любую страну африку восточный всю восточную часть нашего мира так скажем да азиатскую хотите японии так далее посмотрите как жили потому что мир в принципе он очень глобален и на самом деле кто знает не зря их называет 1 2 мировой до что это такое были за войны что и вообще что это было за конфликт и как туда были вовлечены ну можно сказать почти все люди земли на самом деле несмотря на то что там как бы якобы не все страны даже участвовали пожалуйста поинтересуйтесь этим вопросом когда в россии я скажу да некие люди одевшие кожаные плащи и и проводили коллективизацию скажите пожалуйста у них много гаджетов было на руках у них было супер зверь компьютер они всех вычисляли как они находили недовольных посмотрите почитайте по узнавайте их спасло что нет они сдавали биометрию нет ты вот дорогой мой который ты пишешь ты же где-то живешь а тебе все все знают в отличие от тебя такому как я когда прямо предъявят то что я вот сейчас ничего не боюсь естественно чем не тогда будет потом бояться когда мне также передо мной положат крест и хлеб как это говорят мне несложно будет выбрать крест потому что я в этом каждый день подвизаюсь я говорю то что я думаю кто знает я говорю совсем неугодные вещи тем же самым псевдо христианским рабовладельцев ким финансовым корпорациям под названием православие католицизм протестантизм я только за это можно спокойненько на колыму отослать я не боюсь этого в отличие от вас поэтому когда за мной придут я готов к этому а вот ты ты же прячешься бегаешь от всех но тебя найдут точно так же как и меня ты думаешь для кого-то составит сложность в 21 веке даже если не сдавал биометрию но ты так и будешь сеть молчком когда начнется гонение на христианство на истинное христианство когда начнется когда проповедовать христа и любовь станет вне закона мира что ты будешь делать ты будешь молчать и тогда какой-то вообще христианин ты трус обычный если ты вылезешь как сдавал ты биометрию не сдавал тебя все равно найдут и вместе мы с тобой поедем в одном вагоне это ничего не изменит ну а по поводу вообще там каких-то влияний я парочку видел так роликов таких как вы выпускаете распространяете что там все печать на вас сколько фейков уже поназаписали над вами прикалываются один там паренек взялся на лбу нарисовал несколько миллионов собрал ролик он потом сказал что надо поиздеваться решила его там на всех каналах пропиарили этот ролик вот эти кто с этими цифровыми а когда он выкатил что над вами издевался и подкалывал никто даже ничего не стал делать вид что они просто идиоты да когда в это поверили и стали это распространять ничего все молчком по тяжку лишь бы все забыли все никто признаваться что я идиот действительно не хочет я как-то ролик тогда записал когда в деревеньке был у меня там интернет вообще еле-еле раб ну так и вообще свалился ящик картинку поставил на этом же канале ну тогда он life назывался с проповеди есть такой тетрис на заставке здесь написал супер технологии 21 века какие технологии 21 века какие там тоталитарный контроль до этого еще далеко тут интернет через раз работает windows как обновление выкатит он недавно выкатил так у меня план компа полетела какие там технологии еще до этого очень далеко и все зависит в чьих руках будет эти технологии но когда руки нечистые там неважно есть технологии или нет когда каин авеля убивал он какими технологиями пользовался он дубинку взяла или там там неважно что там библии написано может дубинку может камень у нас куча иллюстрации там напишу он восстал на брата своего нарисует только и нас с палкой уж дубинище из бейсбольной биты можно сказать кто с камнем там кто на что гораздо написано что он восстал и убил брата своего он его когда убивал да он какими там цифровыми технологиями пользовался игру это я он так прям самое я люблю этот контраст и туда в первую вторую третью главу четвертую книги бытия отправить и возьмите недалекое время поизучайте какими какими технологиями пользовали пользовались те кто до тех самых попов вешал топил и сжигал топил на баржах сжигал в храмах и вешал на деревьях и распинал на крестах они у них супер там технологии были достаточно как обычный обычные дубинки веревки пистолета и спичек и ушей и языка и всех все находили и всех все с ними делали что хотели более того я говорю если ты настоящего ты как христианин меня укоряешь том что я биометрию сдал наверняка ты себя таким считаешь так если придется публично исповедовать а по поводу воздействия я вас умоляю на каком воздействии там поначитайте этого бреда что через 5g на вас кто-то что действует господь сказал что если кто стоит в истине он смертоносное что выпьет ему не повредит какие 5g какое воздействие да и вы вон зазомбировались вот этой всей псевдо правдой эти ролики эту греть всю носите 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 туда-сюда доказательств вас никаких нет я на вас фейки выпускают вы все уноситесь как вот она истина потом даже даже извиняться не хотите что ну вот это вот да вот мы такие мы готовы уже все сожрать лишь бы в угоду лишь бы свою тему пропихнуть три человека болью сеньких там выложила все в ю тубе шоем учета поставили что ему до плохо стало она молиться перестала да ты не молилась можешь никогда да ты веришь во в то что ты хочешь верить эффект плацеба все знают да вот так что по поводу всех тех биометрии тканьш караул кто читал книгу откровения кто ее понимает последовательно я вам всем даю ссылку на свой канал христа люби бля там книга откровения мною последовательно вся записана не ведитесь на бред вот этих вот людей совсем недалеких ну вот они эту книгу как я всем про всю библию говорю нарвали вот так на стихи кусочками покидали как волтерейный барабан да крутит вырывают оттуда и говорят все что угодно цитирует 19 главу применяя сегодняшним временам в которой уже четко описано второе пришествие книга последовательное принятие так называемые печати антихриста это кто читал внимательно тринадцатую главу там вообще непонятно о чем речь идет те кто будет принимать сами должны будут что там сделать кто помнит что-то сделать никто не поймет что это и антихрист туда вложит какой-то дух более того этот дух чуть лет не пушка какая-то будет она сможет вредить вот им тем кто них то есть и буду страдать и будет убиваем и гонимы те кто не будет до делать вот это вот печать зверя да и что он в нее вдунул свое дыхание какой-то смерти более того это печатью они будут так скажем вредить и до истинным и верным что это все значит до этого дошло нет конечно до этого еще очень очень далеко но я так очень-очень далеко говорю понятно я здесь уже может быть с обратным сарказмом с обратно такой реакции никто конечно не знает все это возможно будет не так далеко уже да но и до этого а кто уж и причем там естественно до 13 главы еще у нас 6 печатей а еще 6 труб и кто читал книгу внимательно и откровение книгу тот все знает говорю пожалуйста всех приглашаю почитайте вместе со мной на канале где она у меня записаны вы убедитесь что ни одна печать еще не открыта и бред там у кого там кто несет там что на любые религиозники православные протестанты и католики что печати трубы чаши чуть ли это не параллельные события то чушь вы внимательно вместе со мной по крайней мере прочитав книгу вы убедитесь в куче лжеучения которые вы просто закрытыми глазами хавайте не переварив не переварив вы блевываете на детей божьих это не так события книги откровений описаны последовательно достаточно понятно много вещей символьно образно да почти нет времен и сроков есть некоторые разные цифры но все равно общая картина нам там видно и те события которые там описываются зачастую игру очень недостаточно понятных их еще не было но прежде всего первая ошибка я там в книге это говорю сейчас скажу это непоследовательное чтение книги принятие тех событий которые происходят это самая первая самая главная ошибка считаю что библия вообще в том числе книг крови нет игру лотерейный барабан с набором стихов выдрав каждый который с контекста я могу в него влагать все что угодно это абсолютно ошибка из-за этого многие люди и так скажем уклоняются от истины и других совращают желаю всем эту истину познать и жить в мире прежде всего с самим собой и другим этот мир принести я кстати ответил этому человеку ты кто и как живешь уж знаете наверх кто мне давно смотрит откуда это антоний великий так говорю тоже неким умником которые приходили к нему но мне ничего он мне не ответил я у кстати не заблокировал я написал ты кто и как живешь них ничего не ответит вот так вот все кто матильда рыбина кролику анонс плейлиста пост ваше мнение о оба игнати технич лапки не попадалось видео ваши беседы с ним дальше другой вопрос я сначала на этот отвечу по поводу игнать тихо лапки на я ничего говорить не хочу вот это как о человеке знаете господь сказал прекрасную вещь по плодам узнайте их пожалуйста посмотрите видео сыгнать технич у нее конечно чему на ухо так как он там снимает тоже всю бытовуху и все у нее на одном канале все там не раздельно ну что толку мое мнение вы сами посмотрите и сами для себя решить кто игнать технич лапки это мы пропустим матильда рыбина кролику анонс плейлиста пост еще пишет но в природе все животные все животные пожирают друг друга даже рыбы церковь дает шанс в пост испытать то о чем вы говорите кто захочет тот сделает вывод я пишу ответный комментарий матильды рыбине государственные секты подобные православной никакого шанса своей на а своим адептам стать святыми не дают не в пост ни в какое-либо другое время ибо если вы там только заикнетесь о том что убийство само по себе беззащитных животных это страшное зло и грех вас сразу же отправят отправят в ад к таким святошем типа меня плюс православная рабовладельческая секта своим адептом никакой свободы не думать тем более делать то что они захотят не давала не дает и никогда не даст на то она и секта и феодал а отпраздную православный конец мучений то есть конец великого поста массовыми бойнями беззащитных животных и еще с большей жадностью пожирая их бездушные окровавленные трупы в жалких попытках утолить бездонную похоть своего ненасытного чрева и черный пустой от любви души ну и тут еще оля недерова написала матильде церковь дает шанс в пост испытать только лицемерие пока длится пост не убиваю и люблю а как только пост закончится ура можно есть мясо а значит убивать бедных животных опять до следующего поста а дима говорит о настоящей любви большими буквами пост маленькими о яны ну как я называю свой плейлист постоянство в любви я олю сразу поправлю ольга пишет что церковь дает шанс в пост испытать только лицемерие пока длится пост не убиваю и люблю а как только пост закончится ура я вот оля тоже из православия но мы с ней сейчас дружим да православие она оставила слава богу но я даже вот хочу поправить олин и тоже именно комментарии чтобы ей дать так скажем урок вот я почему и написал наоборот матильде что православная секта она в принципе не дает никакого шанса стать человеком святыми а почему потому что пост и не зря свой плейлист я для религиозных людей именно так и назвал хотя для православных пост для пап то же сам для католиков даже для протестантов это что такое ущемить свое чрево как они говорят там ни о какой отказе от мяса неважно рыбы птицы млекопитающего ради любви к этому животному потому что мясо это не продукт растительного происхождения и он не растет на деревьях как господь заповедал в первой главе не растет на земле мясо у вас в тарелке у вас во рту и вас желудке затем появляется только посредством убийства живого существа у которого есть сердце есть ум есть воля есть желание которое ощущает боль которая испытывает радость и вот отнимая жизнь или свободу у этого существа эксплуатирует тем же сами когда их там на молоко дует и все такое естественно какой любви речь не идет но я почему и олю хочу поправить тоже она пишет что типа пока длится пост не убиваю и люблю православная церковь не говорит что пост попаститесь вот попробуйте из любви к животным не жрать и хотя бы вот там великий пост 40 дней который сейчас кстати идет на 17 на 15 03 2020 год нет вы что хоть одну такую проповедь от папа услышите устную или покажите мне учение церкви рпц хоть не рпц хоть любой пц хоть любой кц крово католической хоть любой протестантской что пост это вот именно действительно от откажись от зла как в псалме сказано и сотвори благо что действительно постарайся с не тоже постарайся откажись от убийства более того встань на защиту то есть сотвори благо и постарайся никогда не выходить больше из этого поста разве вот то что я даже сказал имитирую проповедь норма настоящего ученика христова настоящего проповедника благо вестником проповедующего благую радостную весь человек неси в мир сам обрети мир счастье любовь и добро и неси это дальше вы что-то подобное от кого-нибудь услышите сбросьте мне пожалуйста в ссылке мы следующем ответах разберемся покажите мне хоть одну проповедь на просторах интернета которая говорит то что говорю сейчас вам я я поэтому и поправил матери матильда она тоже говорит но это тоже самое что и где покажите мне все что я говорю где где хоть одна пц кц пц говорит об этом где она вообще хоть кто-нибудь покажите мне хоть одну секту я говорю православную католическую протестантскую которая проповедует любовь к животным покажите мне хотя или хоть в частном варианте он пусть не за все как они хотят они чуть что если это и их устраивает они горит что он что и голос церкви какой-нибудь оба говорить да он выражает мне церкви чуть он кому-нибудь поперек горло там встал все это его личное мнение и скорее всего заяц сожрут с потрохами хорошо хоть кого-нибудь хоть одного проповедника, хоть одного папа с крестом на шее, хоть пастор, хоть католика, хоть кого-нибудь, хоть мирянина обычного. Ну, я имею в который хоть какой-то там известный, может быть, блогер, ярый, как он говорит, чадо церкви какой-нибудь, секта этой ПЦ, КЦ или РЦ, не знаю, не без разницы, кто он, но хоть он как-то себя с какой-то сектой ассоциирует, и что он проповедует любовь к животным. Не любовь жрать животных, а любовь к животным, как таким же, как и мы, существам, у которых я уже еще раз повторюсь, я повторюсь, мне несложно. У них есть сердце, значит, это всегда символ чувств. У вас чувство что в сердце? Давайте тогда, если вы считаете, что сердце это все-таки орган просто, это же не чувство, ну тогда и у вас нету, давайте вас тогда убьем. Почему-то мы всегда, как говорим слово сердце, оно есть у каждого человека, но мы же понимаем, что то, что я чувствую, это дальше, это невидимая область, это лишь символ. Как и есть мозги, но я почему-то, когда умираю, не отключаюсь и дальше думаю, значит, это лишь символы. Так значит, животное тоже где-то дальше там чувствует. У него есть глаза, у него есть уши, у них есть язык, у них есть нос, значит, куда-то эта информация, которая посредством вот этого всего получается, она куда-то идет, она где-то анализируется, она что-то делает. А как же сами ученые не отрицают, что они вот мышку одну дают, мышку там, это, и она там с ума сходит, начинает есть это, у нее тоже вырабатывается вот этот на мозг, то, что там у нас эндорфины, как говорят, да, там, почему удовольствие получает, потом становишься наркоманами, чего угодно, неважно, через что мы получили удовольствие, еда, секс, наркотики или еще что-то, да, там, любое удовольствие, потому что мы получили некий всплеск там каких-то этих гормонов, да, и вот нас повлияло, и мы еще, еще хотим. И говорят, что они животные тоже самое испытывают, поэтому на них и все это испробуют. Так если они испробуют, так если они чувствуют радость, значит, они чувствуют и боль. Почему вы можете на них ставить эксперимент, а потом их выкинуть просто? Ставьте на себе тогда. Так будет честно, причем человек это все-таки не мышь. И с ним не поговоришь. Вы ставьте на себе, себя закрывайте, тогда в клетке, один врач другого. Вы там учитесь на своих медицинских, закрывайте друг друга в клетке, колите друг друга все, что хотите. Пожалуйста. Вы оба согласились, один жертва, другой врач, потом вы там меняетесь по очереди, играете во врача и больного. Ради бога. Тех, кто на это не согласен, не трогайте. Если вы оба согласились, можете над собой делать, что хотите, это ваша жизнь. Грех есть только один. Когда ты получаешь удовольствие, посредством чужих слез и скорбей, и страданий. Если вы взаимно получаете удовольствие даже от того, что вы друг другу по морде бьете, ну ради бога. Если вас это обоих устраивает, можете хоть сожрать друг друга. Животных не устраивает то, что их убивает. Это непонятно. Посмотрите, как происходит это на скотобойниках, как это происходит в лабораториях, как это происходит в цирках и в зоопарках. Так что ни одна из сект, ни православная, ни католическая, ни протестантская, я уж молчу о других религиях вообще. Типа там мусульманство, иудаизма. Ну кто знает, тоже самое буддизм. Это вообще непонятно, что не религия, так мировоззрение. Но она еще более-менее в этом не замаралась, хотя там уже тоже свои перекосы идут. Естественно, об остальных говорить, потому что там и бог-то не любовь. А казалось бы, в христианстве, которым бог есть любовь, ну, к сожалению, православие, католицы, протестантизм, это не христианство. Это антихристианство, псевдохристианство, как хотите. Поэтому там никакой любви к животным нету. Посты там чисто гастрономические, чисто непонятно, с чем они борются. Если они с этим борются, почему они потом бросают борьбу? Что это вообще за... Где Иисус хоть раз говорил о посте? У меня есть ролик на Библии, прям целиком посмотрите. Матфея, Марка я читаю, возьмите со мной Евангелие, прям прочитайте. И когда вот это, кто знает, сорокодневное пребывание Господа и Бога нашего Иисуса Христа в пустыне, там я четко все это показывал. Специально записал большой ролик. Нигде никогда не Иисус, нигде никогда Иисус никакого поста никому не заповедовал. Какими-то там временами поститься, временами нет. Иисус всегда жил святой жизнью. Он ушел в пустыню для испытания. И это испытание длилось даже до креста. И он никогда не сдался. А уже пребывая в пустыне, он не ел и не пил пищу и воду. Внутри испытания, внутри пустыни, все это надо понимать. Поэтому живем мы свято всегда. Пищу мы употребляем, любую, кроме трупов убитых животных и продуктов, полученных за счет эксплуатации этих животных. Пища, которой человеку вообще не предназначена. И полный отказ от пищи может человек практиковать. Кто знает, что это такое, сейчас уж не буду говорить, это много человеку может открыть. Кто пробовал, тот меня поймет. Кто никогда не пробовал голодать, тот не поймет, зачем это Иисус сделал. Это надо просто попробовать. Так что вот так вот. И причем Иисус полностью отказался от еды. Вот что было для него постом. А не то, что в православии гастрономия вот эта вот. Это вообще не о Евангелии. От слова совсем не рядом. Вообще запомните, христианство и те секты, которые вы видите, мировые, религиозные, они ничего общего не имеют с христианством. Православие, католицизм, протестантизм это отдельные государственные ветки обслуживающих сильных мира сего. Вот и все. Ну, естественно, являющиеся, по сути, на службе у другой, у темной стороны. Так что с христианством ничего, кроме имени, которым они прикрываются, Господь говорил, будет много под именем моим приходить, да. Ничего они общего не имеют. Сама суть их нет. Дух, учение, жизнь. Она ничего общего с жизнью, учением Иисуса Христа не имеет. Вообще ничего. От слова совсем. Что у нас тут еще? Всем, кто спасибо-то пишет, всем тоже спасибо. Алекс Шушаревскис. Полезный опыт к ролику общины, где я делился о создании группы христианских. Полезный опыт для размышлений и применения. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста. Иван Чин пишет. Добрый день. Есть вопрос о праздниках. Масленица, 8 марта. Отношение верующих к этим праздникам. Спасибо. Я написал. Добрый вечер. В чем вопрос ко мне лично? Я не могу сказать за верующих, верунов и прочее. Ну, такие просто абстрактные вопросы сами по себе бессмысленны. Я имею в виду, что надо, вы, пожалуйста, задавайте вопросы более корректно. Я тоже, я написал ответа, что-то никакого не поступило в обратку. Как, кстати, и у Матильды по поводу того, что я ей написал. То есть, есть вопрос. Масленица, 8 марта. Отношение верующих. Я вам не могу сказать за всех верующих. Я понятия не имею, кто во что верует. Веровать можно в осиновый столб, в осиновый пень. Можно верить в букашку у меня за спиной, за стеной. Можно верить в блоху, прыгающую по моей любимой кошечке. Да, или еще во что можно верить. Что значит верующие? Ну, хорошо, и да, не будем из себя строить дурачка, верующего в Бога. Но в какого Бога? И что значит верующие? Мусульманин в одного Бога верит. Он его по-своему представляет. Иудеи в своего Бога, известно какого, верят. В Библии очень хорошо его написан. Вот, я в этого Бога, я в описание такого Бога не верю, не исповедую и не живу. По тому описанию, в какой мне в Ветхом Завете дано. Не по той жизни, по какой жили евреи, описав так Бога и так Ему последуя. Поэтому, что значит верующие? Какой верующий? Я поэтому специально задал вопрос ответный Иванчину, чтобы он конкретизировал вопрос. Лично ли я отношусь, да, и какие конкретно праздники. Только эти два его интересуют. Поэтому сейчас я отвечать не буду, если он ответит на более конкретный. Вот, Масленица, 8 марта. Этих праздников он немерено. И тоже такой вопрос, что значит, как относишься? В каком смысле, как я отношусь? Вопросы очень пространные. Праздную, не праздную. Как праздную? Если не праздную, то почему? Да, то есть, я должен сам еще доформировать вопрос, потому что иначе можно, конечно, я и так часами вечно отвечаю. Но и то, это я сам себе вопросы буду придумывать. Ай, тут достаточно пространная сфера. Я попросил конкретизировать. Галя к ролику «100 миллионов смертей» из панка я там сделал с канала Библия, который подобрезал ролик, чтобы там показать. Спасибо, жутко стало от услышанного. Ну, да. Алина Первушина. К ролику «Невеста Христова» кто она и сколько есть? А у него жена, интересно, есть? Я так не понял, у кого. Что-то странное, на этой неделе кому не задавал ответный вопрос, никто мне ничего не отвечал. Как-то, что-то я не пойму. Я спрашиваю, у кого жена есть, но ничего она не ответила мне. Так. Саша Сидоренко к этому же ролику об испанке. Все живущие под небом и на небе находятся под контролем Всевышнего Бога и Гриб в том числе. Ну, я так же верю. Иван Савич к ролику «Лжеучение православия с протестантизмом и католицизмом». Корона уже уши натерло, он мне пишет. Я говорю, не, нормально сидит, не трет. Что-то он мне пишет. Так это уже вирус. Какой вирус, я не понял. Слендерман к ролику «Переодевание». Это про меня. Переодеваюсь в женщину, но мечтаю о гормонах. Ну, что я могу сказать. Сочувствую. Да. Т. Ниночка Стекер, к ролику «История человечества». Спасибо огромное, Дима, за назидательный и необходимый ролик. Я верю, что ты многим помог прозреть, избавиться от страха, сомнений и внес тайный покой в души многим верующим всех конфессий, которые не признаются в этом своим батюшкам. Спасибо Господу Богу нашему, Христу за тебя. Спасибо тебе за служение. Вам спасибо за теплые слова. Да хочется верить, конечно, что пусть немногие мне признавались, но да, чьи-то жизни я судьбы менял, менял к лучшему. Они, в свою очередь, пошли менять дальше судьбы других людей, их окружающих, делать их счастливыми. Хотя это дело не бывает ни без боли, конечно, да. Без этого никуда не деться. Спасибо, опять Ниночка пишет. Спасибо большое, дорогой Дима, за простую, ни в чем не загруженную любовь, которую ты щедро таришь людям, дай Бог тебе здоровья. Спасибо, Ниночка. Ну, не все так считают. Многие считают, что я законченный злодей и негодяй, никакой любви во мне нет. Особенно мне в личку начинают писать, звонить. Я начинаю их порисовать, там о любви, да, к животным и все. Ты больше любишь животных, чем людей. Я говорю, слушай, сейчас речь идет о жизни животного и о твоем грехе, его убийство. И это как я должен, что значит, я должен тебя больше любить? Каким образом? Конечно, я на данный момент, ты положил жизнь животного на чашу весов, на другую чашу ты повесил свой грех. И считаешь, что моя любовь к тебе должна проявиться в том, чтобы я стал гладить тебя по головке за то, что ты совершаешь грех? Это любовь? Нет. Любовь в том, что я говорю тебе правду. Как писала, хорошо написал апостол Павел в одном из посланий. Говорите истину каждой ближнему своему. Я и говорю тебе. Ты пожираешь трупы убитых животных, прежде убив его сам или проплатив его убийство. Ты злодей, ты совершаешь зло. Я тебя боюсь. Завтра ты ничем не побрезгешь, ты сожрешь и меня. Будь голодный год, ты поднимешь свою руку на меня. Я с тобой в одном небесном царстве не буду и не хочу быть. Поэтому многим я окажусь страшным злодеем. Георгий Гроздов. Болен диабетом. Надо придерживаться низкоуглеводной диеты. Как при этом не есть мясо? Без мяса приходится много углеводов съедать. Ну, на такие вопросы уже тысячи ответов в интернете. Я честно говорю, конечно, ну, во-первых, я написал, ты видел углеводов, он мне ничего не ответил. Но очевидно, что нет. По поводу непожирания трупов убитых животных не ради любви, кто знает, я вообще, в принципе, практически не говорю. Во-первых, по двум причинам. Во-первых, потому что мне до этого никакого дела нет. И любая причина, кроме искренней любви к живым существам, по которой ты вдруг решил не есть ихние трупы, она вряд ли что-то хорошее даст для твоей души вечности. Только любовь делает человека абсолютно счастливым, абсолютно свободным. И это счастье и свобода его обретает бессмертие, вечное благо бытия, вечное блаженство. Все остальные причины, они тленны. Вот. Ну и вторая причина. Это по той простой причине, что я буду отвечать вот любому человеку по поводу здоровья. И я не зря завел отдельный плейлист на, даже на этом канале Веган, Вегетарианство, в котором собираю видео, какие есть на Ютубе в свободном доступе, туда их добавляю. И там, в том числе, туда, в этот плейлист я добавляю все, что связано вообще с веганским движением. Кто знает, потому что веганское движение, это не обязательно там люди, естественно, точнее, там их и нету. Я кроме себя-то, ну и тех, кого я к этому привел, да, я, в общем-то, и не знаю, чтобы был христианин да веган. Вот. Я таких в своей жизни не встречал. Только в книжках у тех же самых православных я встречал монахов. Причем настоящих монахов, как я бы их-то назвал, которые действительно говорили, кстати, об этой любви к животным. Такие были. Ну, они, опять же, об этом говорили настолько кратко, настолько боясь там чуть ли не обидеть, да. Ну, правда, там есть, которые были бесстрашные, конечно, то ли все повырезали. Вот. Но я лично читаю их не труды. Во многих их словах, может быть, я сам угадывал это, потому что я такого же духа. Сам. Я всем говорил, кто знает, кто меня не знает. Первый раз, может, смотрят вообще это видео. Я сам практически через небольшой срок, уже 10 лет, как я христианин, и буквально там, ну, я точно не помню дату, но, грубо говоря, в течение полугода. Это максимум. Я, естественно, оставил грех убийства животных, поедания их трупов, как ненадобно, как зло. Да. Как зло убийства их, как ненадобность пожирания их трупов. И, естественно, все, что я читал, я, конечно же, в них чувствовал вот это. Потому что те же самые православные монахи, многих которых возносят просто на пьедестал божественного почета, да, мне очень удивляют те же самые православные, все эти католики. Вы возносите, как действительно Господь говорил, вы возводите памятники отцам вашим, но по делам их вы не поступаете. Значит, вы либо, тут два варианта, либо вы двуличные лицемеры, да, лжецы, сами себя обманываете. Вторая причина, ну, вы обычно говорите, типа, я там не могу. Ну, что значит не могу? Тогда отрекись от святости. Отрекись от Евангелия. Иисус не говорил, ты можешь, не можешь. Он каждому говорил. Евангелие относится к каждому. Не творить зло может каждый. Это просто похоть. Вы любите грех. Вот и все. Ничего там за этим большего нету. Просто любовь греха и бессердечия. Любовь греха и бессердечия. Абсолютно. Ну, и там, в принципе, целая цепочка, конечно, и сластолюбие, как они, особенно в православных, если их языком поговорить, католическим, да, православным, чревоугодия, как вы там любите, сластолюбие, гортаны беси, да, там есть хорошенькие, красивые словесцы. Вот они к вам все подходят. Это вы. Вот вы кто. И вам никто не помогут. Нет. Вы праведностью своих отцов не спасетесь. Они, да. Если они стали святыми, слава Богу. Я там с ними встречусь. Вы, нет. Вы не такие, как они. Вы насытесь с ними. Поете им песенки. Долбитесь лбами об ихней иконке. Ставите свечки, да, заказываете молебны. Но не живете их жизнью. Господь правильно говорил. Придут с востока и запада отовсюду и возлягут, которые так живут. А вы будете кусать локти. Потому что вы знали и не делали. И Господь сказал, эти будут наказуемы больше. Действительно. Кому много вверенност, того много спросится. Вот так вот. А по поводу здоровья там, да. Без мяса приходится углеводы, аминокислоты, белки, B12. Это все чушь, которую вам на голову повесили. Избавьтесь от нее. И у меня просто, я простыми словами об этом всегда говорю. Вся эта медицина, все это ложь. Я говорю, я в общими словами, я сам не люблю вот так праздно что-то бросать. Просто сейчас только информации качественной, где люди в этом разбираются. Любят вот это все. Мне просто по этой теме, у меня одна тема, вы знаете. Любовь. Постоянство в любви. И тут тогда ты даже, когда у тебя смерть будет на чаше весов висеть, ты изберешь истину, которая в любви. Даже если ты будешь подыхать без этого B12, тебе надо будет перерезать глотку существу, которое радуется и любит тебя. Ты что, отрежешь голову своему ребенку ради продолжения своей жизни? Нет. Когда ты чувствуешь это уже, когда в тебе Бог, когда в тебе это любовь, это дух любви, ты любишь все Божье творение, для тебя теленок от твоего ребенка ничем не отличается. Ты ни тому, ни тому голову не отрежешь, чтобы продлить свою жизнь. Вот и все. У тебя сразу в голове все витамины пропадут, все аминокислоты, все B12. Когда ты познаешь любовь Божью, по-настоящему познаешь, а она в тебе. У тебя все вопросы решатся, без всяких врачей, без статей, без мудрых вот этих. Кому просто нужно, я говорю, пожалуйста, я сам по этому стал собирать. Есть плейлист, есть куча статей, просто не ко мне с этими вопросами. Мне неохота даже на эту тему заморачиваться, тратить свою жизнь. Есть люди, которые посвятили, и слава Богу, я уже потрачу. Я проповедую высшее и, в принципе, единственное истинное учение. Это учение о любви. А там все вот так, а то к предтече, дойдете вы или нет. И зачем вам ковылять вот таким путем, если есть прямой путь, путь любви. Он узкий, он тернистый, но он прямой. Он не пространный. Он узкий, тернистый. Вы будете нести поношение, поругание, будь настоящий христианский путь жизни. И он прямой. Зачем вам вилять, и неизвестно, когда, куда, и не дай бог вы не в правильную развилку повернете и вообще не туда пойдете. Идите прямым путем. Путем любви ко всему Божьему творению. И все, все очень просто. Проще даже некуда. Поэтому я проповедую только это. Это просто понятно. Более того, это в самом сердце человека. Вы когда там будете про эти медицины читать, эти статьи, вы опять верите этому, этому, этому. Пусть даже он на другой стороне, на стороне света. И он вам через медицину, через питание что-то пытается показать. Через примеры, люди вам свидетельствуют точно такие же, как вы, которые отказались и ничего, не померли от B12, создавали анализы, и все у них хорошо, и так далее, и так далее, аминокислоты, и что там у вас еще. Вот все эти мудрые, заумные слова, которые ничего под собой не имеют. Но вы же будете только верить. А тут ничего не надо. Открыть свое сердце истине. Вот все, все, что нужно. А это желание, правда. И вам Бог в три дня все откроет. Я вам обещаю. Если вы только захотите узнать правду и искренне от свое сердце воззовете ко Всевышнему, если вы христианин, то этот Всевышний для вас должен быть Бог Иисус Христос, он вам в три дня все откроет. Если вы скажете, Господи, открой мне, почему я был таким тупизнем и не знал этой истины, и страдал от этого. И все, он вам все откроет. И вы познаете, что Бог есть любовь. К ролику протестантизм, православие, лжеучение, Александр Таршилов. Автор, прости, конечно, но от меня дизлайк. Даже аж пять штук. Ну что ж, от меня тоже. Словно не заржавеет. Я пишу прощаю за честность. Ну, человек честно пишет. Да и извиняться не за что у тебя может быть свое мнение. Тут за это ничего страшного. Я от дизлайков... К дизлайкам я отношусь адекватно. Когда такие личные, конечно, сильные оскорбления, это неприятно. Там, да. Чмо, дебил, чего мне только не писали. Да, идиот, сатанист. Ну, лайк, дизлайк, да. Это, по сути, даже не то, что нравится, не нравится. Я воспринимаю как согласие, не согласие. Ну, по крайней мере, у меня такая ассоциация. Ну, не согласен ты, может быть, твое личное право жить в раю или в аду. Вот. Поэтому тут извиняться. Если это искренне, то пожалуйста. Ну, все. На сегодня все. Почитали, посмотрели. Надеюсь, вам было так же полезно, где-то даже весело. Может быть, вместе со мной. Хотя тем касались разных. Некоторые совсем не до смеха по поводу того же самого грехоубийства животных. Ну, а есть и веселые темы. Да и как и с тем же самыми этими, я говорю, тремя шестерками, всеми этими печатями. Там и смех, и грех. Я не говорю, что ничего не будет. Я же вам сам привожу примеры. Кай Навеля убил, да. Кожаные чекисты в плащах. Да. И вчера, которые были соседями, завтра все у вас отнимают, отбирают и сдергивают вас на соседнем дереве. Я не говорю, что это весело, но вот тот маразм, который зачастую идет, да, это, конечно, больше смешно мне, если честно. Потому что к таким вещами даже серьезно особо не отношусь. Мир идет, он движется. Цифровые технологии и вообще творчество. Все это можно даже назвать творчеством, кстати, человека. Все, что мы вот это аккумулируем, создаем. Все это можно употреблять на добро и на зло. Я на велосипеде вот катаюсь с большим удовольствием. Ну, можно человека на машине, да. Мы же передвигаемся, куда-то путешествуем. Ну, когда ты думаешь, эти машины можно привязать человека как-то к тем же самым... Конь, хорошо или плохо? Людей привязывали к четырем коням и разрывали на куски. И была такая, кто знает, так наказывали людей, да. К четырем машинам можно привязать. Ну, что, разве сама машина по себе плохо? Нет, конечно. Разве велосипед или колесо? Можно колесом, да, милить, помогать, да, и муку молоть из зерен. А можно что? Колесо, как там тоже какая-то пытка на колесе, там что-то делали. Все, что угодно можно. Зло исходит только из сердец человеческих, через уста и через руки, ноги, то есть через деятельность. Дела и уста, ну, слово тоже дело, через язык выпущенное. То есть вещи сами в себе, нет ни одной плохой вещи. Только плохо то, что творит человек. Это может быть либо добром, либо злом. У меня на сегодня все. Всех был рад видеть, слышать. Буду рад почитать в комментариях ваши мысли, размышления. Ко всем роликам не ленитесь. Если нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь ими обязательно в социальных сетях. Все это, естественно, помогает распространению, ну, как я считаю, кто, естественно, так тоже считает вместе со мной, истинной, которую я благовествую от чистого сердца, калчущим и жаждущим сердцам. Все, у меня на этом все. Я со всеми вами прощаюсь. Желаю вам всего самого лучшего в вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо во всех сферах вашей жизни. И видимый, и невидимый, материальный, нематериальный. Все везде было хорошо. Человек создан, на самом деле, для счастья. Конечно же, путь этот жизни наш нелегкий, но надо учиться радоваться всему. Если уж мы здесь будем уметь радоваться, то уж тем более там, в небесном царстве. Все, всех по-братски целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok